МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуски информационной программы «Есэляк парад». В студии работает Тамерланд Леубаев. Основное требование к полиции – эффективная работа. Ключевой критерий оценки эффективности – доверие населения. В преддверии 30-летия независимости Казахстана работу стражей порядка Северо-Казахстанской области отметили почетными грамотами, орденами и благодарственными письмами. Как прошло мероприятие и сколько человек наградили, расскажет Илья Кудряков. Руководством страны инициировано глобальное реформирование полиции, внедрение сервисной модели, которая сейчас успешно реализуется как в масштабах всей страны, так и на территории нашей области. Наглядным подтверждением успешности проводивых реформ является устойчивая динамика снижения преступности на протяжении последних пяти лет. К примеру, если сравнивать 2015 год, количество ежегодно совершаемых преступлений, правонарушений снизилось более чем в два раза. Все благодаря поддержке полицейских со стороны правительства. Каждый год происходит обновление материально-технической базы стражей порядка. Закупают новые патрульные автомобили. За последние годы приобретено свыше 200 единиц. Планшеты для участковых и дорожно-транспортной полиции. Устанавливают камеры видеонаблюдения на улицах областного центра. Все это, конечно, влияет на снижение уровня преступности в регионе. Теперь большая роль отводится органам правопорядка, сумевшим за эти годы поставить надежный заслон преступности, обеспечивая спокойствие казахстанцев. В этом заслуга каждого из вас, кто ежедневно и добросовестно несет службу, принося свой вклад в укрепление правопорядка. Сегодня мы переходим на новый формат работы, сервисная модель, где главным посылом для всех сотрудников полиции должно стать оказание помощи людям. И это касается не только вопросом безопасного проживания граждан. Наша главная задача – завоевать доверие населения. А после выступлений приступили к церемонии награждения лучших сотрудников полиции. Руководители, участковые, сотрудники кадровой службы и многие другие. В этот день без внимания не оставили никого, ведь работа полицейского считается одной из самых опасных и ответственных. Среди награждаемых был и Руслан Тасимов, который в правоохранительных органах проработал уже 17 лет. За годы службы приходилось сталкиваться с самыми разными ситуациями. Но сейчас в его обязанности входит подбор молодых и перспективных кадров. От его выбора зависит то, кто будет защищать покой граждан. Комар Иргибаевич получил почетную грамоту. Для меня это очень высокая награда на сегодняшний день. Я приложу все силы, чтобы защитить граждан от преступного посягательства, чтобы нести высоко свой долг, а также честь мундира. В органах внутренних дел я служу более 17 лет, занимал различные должности. Всего в этот день отметили заслуги больше сотни полицейских. В конце торжественного мероприятия собравшимся показали запоминающиеся концертные номера. Илья Кудряков, Адиль Нуржанов, Служба новостей. Мероприятия, посвященные 30-летию независимости Казахстана, продолжаются. В областной библиотеке прошло торжественное награждение членов партии «Нур-Отан». Подробности далее. 30 лет независимости, упорство, смелость и кропотливый труд привели Казахстан к долгожданному суверенитету. В преддверии дня независимости награжден ряд представителей филиала партии «Нур-Отан». Их инициативность и трудолюбие оценены по достоинству. К присутствующим с поздравительным словом обратился председатель областного филиала партии «Нур-Отан», глава региона Кумар Аксакалов. Ельбаса представил свод принципов «семь столпов государственности». Это простые и понятные всем ценности, которые полностью созвучны с политической платформой партии «Нур-Отан» и будут ориентиром для нас в эпоху изменений и перемен. Такие принципы, как независимость, единство и согласие, земля, семья, традиции, национальная культура, стремление к знаниям и трудолюбие, прагматизм. Все эти принципы мы все хорошо это знаем и будем следовать. Гумар Нуртаза в числе награжденных с января 2021 года – молодой депутат городского маслехата. Его работа направлена на адресную поддержку нуждающимся. Помимо депутатской деятельности, он является директором областного филиала Федерации тенниса. Занимается спортивной подготовкой подрастающего поколения. Он удостоен медалей Халк-Алгаса. Я считаю, в этом и заключается активная гражданская позиция каждого гражданина нашей необъятной страны. И вот волонтерская работа, общественная работа, я считаю ее очень важной. И она должна стоять во главу угла вообще любой деятельности. Особенно у меня, как у молодого человека, свою энергию, все свои успехи в первую очередь я должен посвящать своему народу. Алтон Шаяхметова также среди награжденных. Она работает в сфере образования более 19 лет. За эти годы педагог стала свидетелем множества преобразований. Декан агротехнологического факультета Кузбаев-Университи и член партии НОРАТАН. Под ее руководством реализуются различные волонтерские проекты. В эту юбилейную дату хотелось бы отметить, что университет вкладывает большие силы воспитания молодежи. Поскольку, как отметил наш Ельбаса, молодежь – это сила нашего общества, это надежда нашей нации. Мы, воспитывая молодое поколение, очень много уделяем, большой упор делаем нравственному воспитанию, а именно сохранению семейных ценностей, национальных традиций. Всего в этот день награжден 21 человек. Тамерлан Тлюбаев, Анатолий Белонок, Служба новостей. Это были все новости к ближайшему часу. Увидимся в 17.30. Субтитры создавал DimaTorzok